Друзья, я всех приветствую, находимся в BMG Drive и это один из легендарных спусков, с ним у нас уже был ролик, гигантский наклон, расстояние, наверное, около полукилометра, но тогда у нас была фура с обычным прицепом с Coca-Cola и сейчас же, друзья, это те самые бревна, кто не смотрел прошлый выпуск с бревнами, обязательно посмотрите, он очень интересен, чтобы узнать физику этих бревен и что вообще может эта фура. И сразу же вопрос, можно ли вообще каким-то образом остановить данную фуру без тормозов, наверное, может спасти ее только чудо, я сейчас отпускаю газ, тормоз не нажимаю, будто бы у водителя тормоза отказали, естественно, водитель у нас сидит, дальнобойщик внутри, скорость набирается сама по себе 50 км в час, моментально, друзья, посмотрите, насколько быстро набирается скорость, включаем фары, он моргает, скорее уходите, не именовать, невозможно, мне кажется, вообще ничего сделать, как бы он не вилял, что бы он не предпринял, здесь, по-моему, конец. И первая горка у нас пошла, друзья, да, да, я знал, бревна подлетают, причем очень красиво, очень высоко, а это значит, что эти бревна будут в дальнейшем куда-то лететь далее, их можно будет использовать как, не знаю, как ядра для того, чтобы взаимодействовать их с автомобилями, легковушками каким-нибудь. Ну, водитель сам по себе, наверное, возможно, еще живой, бревна у нас улетели в итоге в лес, это хорошо, не на дорогу, ну, а дальше фура у нас пошла по дороге, увеличиваем скорость, и хорошо, что она в стоп не улетела. Просто Василий, дальнобойщик Василий, пусть у нас сегодня будет, как обычно, дальнобойщик Василий уже многое пережил, я вам скажу, травмы различной степени через него прошли, я думаю, что он живой остался, честно. Ну, все-таки фура, посмотрите, корпус защитил. А вот бревнышки, друзья, у нас остались в лесу, здесь, но мы все равно, друзья, мы сегодня добьемся обязательно того, чтобы бревна улетели прямо на дорогу, и прямо сейчас мы еще попробуем сделать так, чтобы эта фура остановилась. Кто-то скажет, но каким же образом, ведь это невозможно, мы попробуем, можно, во-первых, свернуть куда-нибудь, хотя мы уже пробовали на других роликах подобное делать, но, например, также можно ее раскачать. Почему бы нет, если, например, начать раскачивать ее, то прицеп данной фуры, по идее, должен перевернуться, или бревна должны скинуться, тем самым мы, значит, вес фуры изменим в хорошую сторону, в нашу, блин, нет, не получается, не получается, бревна опять полетели, на этот раз, скорее всего, да, они попадают на дорогу, посмотрите, как красиво. Замечательно, замечательно, если бы там стояли машины, а сегодня я вам скажу, они там будут стоять, это, по-моему, будет очень прекрасно, и дальнобойщик Василий вновь остается жив, да, может быть, ударился обруль, но ничего страшного, дальнобойщик Василий жив. Но, чтобы, друзья, избежать серьезных последствий, на самом деле, как я думаю, в реальной жизни дальнобойщик бы, конечно, свернул, конечно, если бы не испугался, в первую очередь, да, потому что сворачивать в деревья куда-то, ну, не очень-то и хочется, но мы сегодня будем геройствовать, поэтому в момент перед прыжком, да, перед трамплином таким вот, мы резко свернем в сторону, соответственно, у нас фура уйдет, а вот бревна уйдут или нет, сворачиваем, да, и бревна высыпаются, друзья, они просто высыпаются еще и сверху, придавливая немножко нашу фуру, бензобак взрывается, замечательно, а вот бревна наши полетели по дороге. И если бы еще раз говорю, опять же, кто-то по ним ехал, а сейчас по ним будут ехать, то мало бы не показалось, знаете, я представлял, что хотя бы если бы одно бревно сюда попало на дорогу, да, оно покатилось бы вниз далеко, вот это было бы, конечно, интересно. А вы спрашиваете дальнобойщик Василий жив ли? Я думаю, что он чуть-чуть обжегся, но в этот момент он бы 100% выпрыгнул и он остался вновь жив. Друзья, используем вот этот транспорт, который здесь припарковался на минуточку, для чего я использую именно этот, я бы, конечно, хотел использовать какой-нибудь русский транспорт, но он не позволяет садить внутрь наших манекенов любимых, а я знаю, что с манекенами вам больше нравится смотреть, поэтому эта машина больше напоминает Жигули, если отсюда смотреть, да, то можно подумать, что это Жигули. И, естественно, фура едет сверху, газ нажали, газ отпустили, все, тормоза у нас отказали, тормоз не работает, и дальнобойщик вынужден спасать этого человека, он его видит, и он резко сворачивает, но не задумывается о том, что бревна полетят дальше по инерции. Водитель, именно водитель той легковой машины, вряд ли выживет сегодня, черт возьми, медленно, медленно, но верно, сама смерть летит к нашему водителю легковой машины. Бревна попадают на дорогу, и вы посмотрите, какой миллиметраж, вы только посмотрите, какой миллиметраж, пока что он стоит все нормально, немножко испугался, позади него летят бревна, а справа, не заденет, не задень, о да, черт возьми, это настоящие миллиметры, и, естественно, бревно тоже не заденет, да ведь? Давай, это же первый раз, или заденет, тоже миллиметраж, да ладно, не верю, не верю, опа, есть, есть, удар срывает, обалденно, срывает дверь, но, вы знаете, я бы после такого случая на его месте вообще, мне кажется, на машинах бы вообще не ездил. Увеличиваем скорость, и видим, что невероятным образом, невероятным чудом, его не задело, задело именно бревном, боковую часть, а если бы прилетело на крышу, то, скорее всего, проблемы были бы, я, честно говоря, доволен, потому что я, еще раз говорю, не особо хочу, чтобы люди здесь умирали, это вы там хотите, чтобы манекенов раздавливало в лепешку, конечно, это интересно тоже, с какой-то стороны, но, друзья, будем пробовать дальше, понятное дело, что мы сегодня добьемся таких результатов, которые покажутся нам очень жесткими. А, я забыл, вы спрашиваете, наверное, опять, как там дальнобойщик Василий, дальнобойщик Василий, сейчас узнаем, ребят, что с дальнобойщиком Василием горит, горит, если его не зажало, значит, выжал, если зажало, значит, поджарился, одно из двух, друзья, а, решать уже вам. Это, конечно, друзья, намного интереснее, нежели Coca-Cola, потому что здесь, все-таки, бревна, и кто-то сказал в комментариях, что эти бревна похожи на какие-то попрыгунчики, то есть, они мнутся, они также отталкиваются, действительно, так и есть, но, что вы хотели, друзья, это, все-таки, BMG Drive, в конце концов, и бревна у нас полетели, по-моему, четко, машину, или мне кажется, но, так, дальнобойщик Василий точно не попал, дальнобойщик Василий сделал свою миссию, то есть, он не попал своим автомобилем в этот автомобиль, но, он, еще раз говорю, не подумал о бревнах, и вот сейчас картина действительно страшная, не буду вас томить, друзья, увеличиваем скорость, но делаем не максимально быструю, пролетает мимо, у нас железяка, это, если бы она попала по машине, тоже было бы печально, и, надеюсь, это бревно пролетит, вот, смотрите, как оно сплющилось, очень странно, то есть, бревно бы себя так не повело, оно бы в щепке, видите, колесо, колесо попадает, помяло, помяло машинку, печально, тоже, я согласен, но, уж лучше, чем бы, скажем, этот наш чувачок умер, но, самое главное, что, смотрите, он толкнул, колесо толкнуло, получается, машинку, машинка поехала, от, ну, слушайте, от страха, получается, эй, брат, все, друзья, ну, я такого не ожидал, честно говоря, там столб, дружище, дерево, о, черт, это, получается, опять, повторение мать учения, или что, друзья, конечно, сейчас серьезнее последствия, но двери опять нет, второй раз, друзья, у нас опять нет двери, и второй раз, я вам скажу, повезло очень сильно, то есть, были все шансы, что бревна сейчас упадут на этот автомобиль, но колесико, господи, колесико, которое чуть-чуть подтолкнуло машину, привело к таким последствиям, конечно, понятное дело, друзья, если бы это произошло бы, в реальности, да, он бы быстренько нажал на тормоз, но он же не ехал, да, он запаниковал немножко, будем считать так, но он выжил, самое главное, он выжил, а наша цель, как я уже сказал, хоть я и рад, что он выжил, наша цель сделать так, чтобы сегодня кого-нибудь из них убило, как бы, ну, вот так вот, итак, замечает подлет, резкий выворот руля, и отлично, отлично, бревна летят, надо ближе машину, наверное, поставить, так будет еще лучше, но бревна летят, отлично, ух ты, боже мой, друзья, на скорости это выглядит еще страшнее, вы прекрасно все видели, особенно вот эта штука, если бы сейчас попала по машине, было бы жестко, но бревна, скорее всего, до нас, друзья, все равно долетят, или нет, нет, серьезно, так, машину надо парковать вот сюда, тогда у нас все получится, но вновь третий раз повезло, также, друзья, в комментариях писали, попробуй врезаться в стенку, что же произойдет, якобы, вы хотите увидеть, как бревна спрессуют нашего дальнобойщика Василия, мы тоже это обязательно попробуем, я думаю, что это получится вполне, потому что здесь нет никакой защиты, и если мы врежемся в стенку, естественно, эти бревна полетят в эту фуру, в кабину, прям, господи, тормозим резко, машину я поставил ближе, и, да, ой-ой-ой, вы это хотели, да, вы это хотели, вы это получили, друзья, посмотрите, сколько бревен летят прямо сюда, ну, не может уже не повезти, все, конец, друзья, абсолютный конец, бревна 100% попадает по машине, помял, считай, все, помял, минус, минус багажник, да, причем, посмотрите, насколько сильный урон наносят эти бревна, вот у нас уже и бревна в качестве пресса, но пока что водитель жив, то есть пока что он напуган, и пострадал только металл, я вам скажу, хотя, не знаю, смотря какой удар, давайте увеличим скорость, бревна продолжают молотить, просто молотить, наш легковой транспорт, и в конечном итоге, если бы, посмотрите, если бы это была леворульная машина, посмотрите, что происходит, если бы это была леворульная машина, тогда бы водителя бы уже не было, повезло, что этот водитель купил праворульную машину, это невероятно, увеличиваем скорость на максимум, отлетает у нас машина, еще и в дерево, боже мой, но, я уверен, друзья, что, или, или я не уверен, все-таки об дерево, конечно, удар был жесткий, еще что-то прилетело сюда, удар был жесткий, жесткий, да, Но как бы, сейчас посмотрим, сейчас посмотрим, подождите, надо провести экспертизу, вы живы, сэр, типа вот так вот спросить. Друзья, ну, учитывая удар от дерева, я думаю, что есть вероятность, что, скорее всего, ему пришла печалька, но вероятность выжить у него тоже была. То есть мы прекрасно видим, что дерево, оно тоже прошло, можно сказать, мимо, то есть он вокруг дерева лежит, таким вот образом. И салон сам по себе сильно не пострадал, то есть его вот эти бревна не спрессовали. Ну и водитель Василий вообще замечательный, вы только посмотрите, что самое обалденное, не пострадали даже стекла. Стекла целые, ни одной трещинки. Ладно машина, мне кажется, даже машина не пострадала особо, еще и ездить будет. Друзья, теперь будет жестче. Жестче почему? Потому что мы не будем сворачивать с пути. Соответственно, бревна, которые будут лететь, они будут лететь по направлению прямо. Соответственно, эти бревна рано или поздно падают на дорогу. Если у нас на этой дороге будет стоять машина какая-нибудь, да, с людьми, то, мне кажется, от этой машины не останется ничего. Правда, надо рассчитать полет бревен сейчас. Не особо, конечно, попадаем. Ох ты, ох ты, опять везет что ли? Нет, не повезло, не повезло. Задеваем. И еще плюс сверху сейчас вот этой хреновиной прилетит. Поднимает немножечко машину. Брёнышко, ну, что-то везучий сегодня манекен, друзья, ну не знаю. Ну посмотрите, ему просто везет сегодня конкретно. Все мимо него летит. Опять же по водительской, если бы это была леворульная машина, ударил бы по водительской. Но опять же ему повезло его место в целости и сохранности. Удар, конечно, мощный, увеличиваем скорость. Смотрим, все улетает. Посмотрите, как мусор, все улетает. Но наш водитель остается в целости и сохранности. Так, выравниваем нашу фуру. Ровненько, чтобы траектория брёвен попадала прямо на наш автомобиль. Есть. Просто как ракета, друзья. Вы посмотрите, как будто мы запустили ракеты натуральные. И вот сейчас я чувствую, да. Да, друзья, время пришло. Отсюда всё понятно становится. Прекрасно, что брёвна долетят до нашей машины. Сто процентов. И на этот раз уже, ох, жёстко. Ох, жёстко. Ох, жёстко. Затащила с собой. Да. Дальше полетело всё это дело уже вместе с машиной, друзья. Красиво, красиво. И сейчас ещё и брёвна сверху на него попадает. Вот сейчас ему не повезло. Я согласен. Впрочем, ещё скорость продолжает молотить всё. Это груда мусора. То есть, то, что вы сейчас видите, это просто груда мусора, которая несётся вниз с гигантской скоростью. И это ещё не конец. То есть, скорее всего, сейчас это всё... Опа, об дерево. Да. Жёсткий удар опять. Слушайте, тут и Василию, по-моему, не повезло. Смотрим результат, друзья. Василий. Василий. Да, наверняка что-то сейчас произошло. Наверняка, друзья. Потому что деформировался кузов очень сильно на этот раз. За счёт брёвен, которые упали сверху на него. Ну, а... И вот теперь-то не повезло водителю. Очень жёстко. Переломалось, скорее всего. Да, переломало его жёстко. Вероятность есть, но опять же, маленькая. Но не до конца спрессовало. Друзья, чтобы вероятность попадания брёвен в машину была выше, я ещё поставил несколько автомобилей. И на этот раз ещё две праворульные. Вот у нас одна, естественно, с водителями. И вот у нас таксист. Думаю, на этот раз кому-то из них 100% очень сильно не повезёт. Конечно, друзья, при этом вы сами должны понимать, пришлось пожертвовать FPS. Конечно, будет немножко ниже. Но зато, вы сами прекрасно понимаете, будет намного, намного интереснее. Потому что я уже называю это не брёвнами. Это ракеты. Потому что этими ракетами сейчас уж точно кому-то попадёт. Это настоящие боеголовки смерти, друзья. Направили идеально ровно. Отлично, полетели. Вот они. Вот они, боеголовки смерти. И в первую очередь они падают. Как можете заметить, нашего дальнобойщика сшибает такси. И захватывает за собой и наш первый автомобиль. Все три автомобиля полетели. Думаю, что больше всего не повезёт у нас таксисту. Потому что он находится впереди. И всё, что сзади, это будет лететь в него. И брёвна, я так полагаю. Хотя, 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 брёвна ещё и на наш автомобиль падает на белый. Посмотрите. Отлично. Отлично. Придавливает сверху. Но при этом не получается спрессовать автомобиль. То есть бревно, смотрите, оно катится прямо на этом автомобиле. Что самое интересное. А таксист пока что более-менее всё-таки везёт. Тому тоже более-менее, наверное, повезло. Ещё, конечно, не конец. Пока не знаю, что будет. Увеличиваем скорость. Давайте даже на максимум. И смотрим исход. Таксист застрял. Этот на крыше. Так и уехал. Колёса летят у нас. Ничего себе отбивается. И, ну, не знаю. Наверное, жив. Наверное, жив, я думаю. Таксист. Что с тобой, таксист? Вот таксисту, да, не повезло. Хотя, опять же, смотрите-ка. Вот если бы сзади пассажиры сидели. Тогда бы, вот им точно бы не повезло. Я уже их не стал сажать. И у нас ещё этот водитель выжил. Выжил. Повезло. Сто процентов. И дальнобойщик. Подождите. Дальнобойщик Василий, ты здесь? Да. Да. Он здесь. Он дрыгается. Всё нормально, друзья. Но не забывайте, что наша первоочередная цель это именно брёвнами попасть по автомобилям. Поэтому сейчас дальнобойщик Василий будет резко увиливать в сторону. Для того, чтобы брёвна полетели. Разгоняем скорость до 150 приблизительно километров в час. И резко выворачиваем. Всё. Брёвна полетели. Хотелось бы на всё это посмотреть, конечно, абсолютно в реальном времени. То есть не замедляя. Но и детально тоже хочется рассмотреть. Посмотрите, как брёвна летят. Да. По таксисту попадёт 100%. Есть удар по таксисту. Следующую машину тоже цепляет. Слушайте, ну этому нашему сегодня очень часто везёт. Ничего себе перепрыгивает таксист. Обалденно. Красиво. Очень красиво выглядит. И на этом всё заканчивается. Серьёзно? По идее, только таксисту не повезло. Дальнобойщик Василий... О! Да. Да. Вот он. Друзья, тот самый момент, когда Василию не повезло. Да. Жёсткий удар об дерево. Таксист. Таксист вы как? Таксист. Да. Тоже таксисту не повезло. Друзья, я поставил три автомобиля. Идеально ровно. Для того, чтобы всем попало. И... Смотрите. Вот она красота. Увеличиваем скорость. Летят брёвнышки. И... Есть! По машинам всем. По всем трем машинам попадает. Ух ты! Ух ты! А что у нас с белой-то машиной, друзья? На этот раз. Вот это жесть! А что с такси? С такси сорвало только вот эту шашечку. И бревно осталось лежать на автомобиле. То есть у нас целый водитель совершенно. Здесь у нас также на капоте лежит бревно. Но водитель живой, понятное дело. Сейчас вернёмся к дюмам. Подождите секундочку. Василий. Василий, как обычно, горит. У нас что-то он постоянно любит гореть. Его подкинуло куда-то вверх. И... Остался у нас тот самый, кому всегда везло. Его закидало брёвнами. И на этот раз я могу сказать, что... Его по-настоящему спрессовали они. Спрессовали. Лишили жизни. Приехали спасатели, друзья. Убрали брёвна. И... Вот он исход. Кто ещё, друзья, не знает, кто не смотрел прошлый ролик, весит одно бревно 3 тонны. То есть 15 тонн. Ну, здесь 3 бревна, по крайней мере, на него упало, да? То есть, грубо говоря, 10 тонн на него обрушилось и придавило. Друзья, собралась у нас небольшая пробка из русского автопрома. Конечно, не только. Есть у нас и ауди, но пусть будет. И, как видите, вдалеке. Уже несётся фура. И я постараюсь сделать так, чтобы... Она попала прямо сюда сейчас, потому что я управляю ей прямо отсюда. Чтобы вы понимали. Надеюсь, у нас получится сейчас доехать. И вот оно. Без замедления времени, друзья. Вот оно. Красота. Жесть. Вот без замедления времени совсем другой эффект. Аж самому страшно становится, друзья. Вы видели, во что превратилась шестёрка голубенькая. Хорошая шестёрка. Боже мой. Посмотрите, бревно. Просто бревно, что сотворилось с машиной. Да, друзья, на скорости, конечно, это выглядит всё куда жёстче. И здесь у нас погиб. И Василий тоже, представляете? Ещё машины какие пострадали. Самые счастливые у нас Копейка оказались. И Запорожец. Аудюха улетела куда-то в лес. Перевернулась. Врезалась дерево. Тоже не повезло. Друзья, проворачиваем то же самое. Но теперь с видом от третьего лица. То есть без уже замедления скорости. Скорость, как обычно, достигает у нас 160 примерно. На троплинчике. И отлично. Отлично. Собираем всех. Всё, собрали. Это называется страйк. Это мы поиграли только что в боулинг. Идеально собрали. Но как же, друзья, мы красиво сбили всех. Абсолютно. Всю пробку мы собрали. Что? Не понял. Это Запорожец? Обалдеть. Я даже не заметил, что стало Запорожцем. Что? Копейка? Боже мой. Это всё... Вот это вот фура сделала. Ауди полный. Минус. Зататалена. Копейка. Зататалена. Запорожец. Здесь вообще не знаю даже какое слово подобрать. Единственное, более-менее уцелели. Это четвёрка. Наша любимая, которая на всех превьюшках у меня всегда. И шестёрка. Больше всего прям. Самая красивая осталась. Ну и, конечно же, мы обязаны. Мы абсолютно обязаны попробовать эту пробку разбомбить брёвнами. Трёхтонные брёвна должны смести всё на своём пути. Каждый автомобиль. Разворачиваемся. Брёвна полетели. Да, ровненько. Вот, вот, вот конец. Вот конец для них. Вот зачем вы в этот день сегодня здесь вообще остановились? Красиво. Красиво это выглядит, друзья. Вот, вот, самый ключевой момент этого ролика. Ауди, прощай. Просто прощай. Или нет? Обалдеть. Ауди, живи. Ауди, живи. Молодец. Копейка. Копейка. Да. Да, не повезло. Вот это удары. Вот это я называю удары. Ещё сейчас прилетело. Смотрите на шестёрку. Обалдеть. Как же ровно. Вот эта штука, она, конечно, хуже брёвен. Это понятное дело. Ауди у нас немножко превратилась в какой-то другой автомобиль уже. Брёвна полностью спрессовали у нас копейку. Зазик тоже очень так неплохо погнуло. Минус шестёрка и четвёрка. Самая сильная у нас четвёрка пока остаётся более-менее в живых. И прилетает ещё дополнительно нашему Василию. Смотрите, сверху по голове. Но прочный кузов нашей фуры, конечно же, исправляет дело. И Василий остаётся жив. В кабриолетик прям превратилась наша шестёрка. Зазик в Аку чуть ли не превратился. Дедушкина копейка. Салон красивый. Вот очень красивый, очень проработанный детальный салон копейки. Очень нравится этот автомобиль. РПшки с ним нравятся. И вот что с ним. Отсюда кажется, что всё с ним в порядке. Типа сейчас поедем кататься. Если вот так смотреть. А потом раз и хочется плакать. Но! Ауди. Которая, хотя тоже досталась прилично, я вам скажу. Ну и, друзья, изначально я говорил про эксперимент. Когда автомобиль врезается в стену. Брёвна должны у нас спрессовать нашего Василия, дальнобойщика. И я здесь скажу, что это будет 100%. Здесь Василию не выжить. Только абсолютное чудо может спасти Василия. Если вот он загадал на Новый год желание не умереть на фуре. Тогда, возможно, что-то ещё получится. Ну а так, друзья, глядите сами. То есть мы врезаемся в стенку. На скорости сколько там? 80 было, да, примерно. И брёвна начинают движение. В сторону, естественно, нашего дальнобойщика. Мало того, что он ударился об стену. Так ещё и сверху его добивают брёвна. Не то, что добивают, прижимают. Я вам скажу. Да. Посмотрите, тиски. Настоящие тиски. Вот оно. Вот оно, друзья. Натуральные тиски. Хотели такой эксперимент? Вот он. Пожалуйста. В итоге деформирует кузов фуры так, что от неё ничего не остаётся. Ну и ничего не остаётся, конечно же, от нашего Василия. Скорость на максимум. И вот они, последствия. Что здесь осталось? Как вы думаете? По-моему, просто ничего. Да. Не дёргайся. Василий. Василий. Не надо. Василий. Василий, успокойся. Пожалуйста. Не делай это. Василий. Я знаю, что ты зол. Я знаю. Господи. В общем, друзья, Василий дал прекрасно понять, что на сегодня он очень сильно устал. Поэтому, друзья, кому понравился ролик, обязательно не забудьте поставить свой лайк. Пишите свои также идеи в комментариях. Ну а я с вами прощаюсь. Желаю удачи. И всем пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok